Целительные силы Том 4. Создание собственной системы оздоровления Четвертый том из серии «Целительные силы» является заключительным и посвящен созданию собственной системы оздоровления. В этой книге затронуты ранее неописанные мной вопросы духовного оздоровления личности, что в целом сделало четырехтомник законченным трудом. Разобраны различные ошибки и трудности, возникающие в процессе самоздоровления. Приводятся конкретные примеры из практики. Книга предназначена для широкого круга читателей. Обновлено по варианту 1995 года. Оглавление. Предисловие. Я очень рад, что мои книги дают ощутимую пользу людям и завоевывают все большую и большую популярность. Об этом свидетельствует и все возрастающий поток писем в мой адрес. Так, на август 1994 года было получено 365 писем. За сентябрь – 332 и октябрь – 460. Какие выводы можно сделать из ваших писем? Первое. Это то, что книги содержат жизненно важную информацию по оздоровлению организма и не имеют в себе аналогов в мировой практике. Город Пировальск. Приобрела ваш трехтомник. Это то, о чем я мечтала и хотела достать. Ваши книги много открывают и поясняют. Я считаю, что это просто дар Божий. Конечно, их невозможно познать за месяц в совершенстве, но они у меня стали настольными книгами. Я применяла голод и урину. Результаты чудесные. Город Вельск. Ваши книги – это один из ключиков к самопознанию и самосовершенствованию души и тела. В своих книгах вы даете понимание того, что человек не один, а он взаимосвязан со всем живым. Солнце лечит, вода лечит, воздух лечит. Город Павлодар. Ваши целительные силы – бесценный подарок для всей нашей страны. Только с помощью Отца Небесного можно создать то, что создали и переработали вы. Начало ваших книг для всех людей, а продолжение только для тех, в ком искра Божия. Город Днепропетровск. Поверьте, еще ни одна книга не была так мной воспринята, как ваш труд «Целительные силы». Сначала это безграничное удивление, а затем благодарность, поклонение, если так можно выразиться. В ней все продумано и растолковано до мельчайших подробностей. Сколько раз я замечала те или иные реакции организма на съеденную пищу. Ну что, в каком количестве, когда и как эти вопросы оставались без ответа. Ваша книга – чудо, и я благодарна Богу, судьбе, случаю, что она попала мне в руки. Каждый день я как молитву читала, вдумывалась, запоминала ее, давала своим друзьям, агитировала где могла. Город Днепродзержинск. Мне трудно найти слова огромнейшей благодарности за ваши книги, рекомендации по оздоровлению организма. Благодаря вашим рекомендациям, мне удалось избежать многих болячек. Н. Спасибо, что вы издали такой ценный материал. Я, к сожалению, слишком поздно узнала о ваших работах. Причем, как часто бывает, познакомился случайно, а может и не случайно, как знать, в соседнем доме с большими энтузиастами вашего метода. Те источники, которыми я пользовался ранее, не дали пока эффекта. А вот мои новые знакомые, причем очистку они проводят все от мала до велика, что бывает крайне редко в больших семьях, имеют прекрасные результаты. Город Кривой Рог. Случайно взяла у своих знакомых вашу книгу «Целительные силы». Начала совсем по-другому питаться, провела очистки кишечника и печени. Становлюсь другим человеком. Город Лисаковс. Очень много наслышано о вашей методике очистки организма и лечении уринотерапии. Приходилось беседовать с людьми, которые лечатся, следуя вашим рекомендациям. Эффект поразительный. Просто фантастика. Уму непостижимо. Люди, которые практически каждый месяц проводили в стационарах поликлиники, забыли дорогу в больницу, хорошо себя чувствуют, оживают прямо на глазах. У них появился интерес к жизни. Улучшилось физическое и душевное состояние. Внешне молодеют. Город Донецк. Пользуюсь вашими рекомендациями по очистке разных органов организма. Советами по режиму питания. Был гастрит. Постоянное расстройство желудка. Боли. То в одном, то в другом месте. И вы знаете, самочувствие резко улучшилось. Спасибо вам. ЛН. Читаем всей семьей и с удовольствием используем ваши рекомендации, данные в книгах целительной силы. Используем уринотерапию в гинекологии, косметике, при высокой температуре и так далее. Город Киев. Геннадий Петрович, вы первый, кто взялся и воплотил в жизнь создание цельной системы оздоровления человека, обоснованной последними достижениями науки. Город Краснодар. Месяца два назад я купил ксерокопию вашей книги «Целительные силы» том 1 и часть о дыхании из второй книги в газете «Капля Ом». Более глубоких и обстоятельных работ я до этого времени не видел, хотя читал и Поля Брега, и Галину Шаталову, и Надежду Семенову, и Юрия Андреева, и Герберта Шелтона, и других. В ваших книгах синтезирован весь опыт этих авторов и множество других. Город Биск. Хочу поклониться вам за умные книги, написанные для людей. Такие книги мог написать очень много переживший человек, с сильным характером и огромной волей к жизни и знаниям, с высоким интеллектом. Еще раз спасибо за ваш грандиозный труд. Город Ростов-на-Дону. Я представляю, сколько вложено интеллектуального труда, сколько терпения, настойчивости, и все это в наше тяжелое время. Вы создали популярную науку о человеке и его здоровом образе жизни. Город Старый Оскол. С большим интересом прочитал ваши целительные силы. До этого я читал первое издание. Многое попробовал на себе, это чистка организма, перешел на раздельное питание и так далее. Эффект значительный. Полностью согласен с вами, что это труд самый значительный в мире. Много прочитано на эту тему. Достаточно. Много литературы. Второе. Трезвомыслящие медики, как и обычные люди, высоко оценили серию книг «Целительные силы». Это подчеркивает тот факт, что книга написана достаточно научно. Город Северодонецк. Я врач-педиатр. Прочла вашу книгу «Целительные силы». Уринотерапия, от которой в большом восторге и очень хочу использовать ее как основу своей рабочей практики. Город Мариуполь. Если кратко, то до сих пор мне в руки не попадали фолианты, достойные большего внимания, чем ваш труд. Поверьте, это не просто слова. Я действительно поражен всем написанным вами. Фельдшер скорой медицинской помощи. Город Старый Оскол. Прочитала с большим интересом вашу книгу «Целительные силы». И приношу слова признательности и благодарности за ваш труд и написание традиционных методов лечения. Именно эти методы, по-настоящему традиционные, в них столько мудрого. Применяя их лечебного эффекта, добиваясь больше, чем нашими медицинскими. Я врач со стажем более 25 лет. После того, как познакомилась с методиками очищения организма, мануальной терапией, биоэнергетикой, поняла, что применяя их, добиваясь значительно больших успехов в лечении больных, лучшая профилактика очень многих заболеваний – это очистка организма. Поэтому ваши книги – это замечательное методическое пособие. Город Луганск. Научно-исследовательский центр проблем адаптации и рекреации человека. Уважаемый коллега, нас приятно обрадовали ваши книги «Серии «Целительные силы». Спасибо за этот труд. Мне, как профессионалу, было приятно видеть столь глубокое понимание медицины здоровья. Вашу серию можно назвать руководством для молодого специалиста по валиологии. Еще раз искренне благодарю. Третье. Радует то, что мои книги распространены по всему земному шару. Огорчает то, что и в высокоразвитых странах преобладает лечение следствий, а не причин, что в итоге только калечит человека. США. Город Бетфорд. Как видите, ваша книга попала уже и в Америку. Мне 26 лет и полгода назад мне сделали операцию по удалению желчного пузыря. Теперь я понимаю, что это было ужасной ошибкой. Но здесь, в Америке, очень часто практикуют удаление желчного пузыря, не леча его. Деньги есть деньги. На операции можно больше заработать. Три недели после операции чувствовала себя прекрасно. Они тут разрешают кушать все и не сидеть на строгой диете. К слову, мне делали не такую операцию, как у нас. Мне сделали три прокола и вытащили его, как бы откусили. И вот через три недели у меня начались боли, которые не прекращаются и по сей день. Сколько я тут оббегала врачей. Они все меня посылали на рентген. Но рентген ничего не показывает. Просветили все, что можно. Но боли-то есть. Здесь у меня окончательно развелся миф о всемогущей американской медицине. Они тут без снимка диагноза поставить не могут. Израиль. Город Тель-Авил. Я инвалид Великой Отечественной войны. Мне 70 лет. В 1990 году в июле перенес инсульт. Была парализована речь. Два месяца пролежал без движений дома и в больнице под наблюдением врачей. Самочувствие несколько улучшилось и меня выписали домой. В 1991 году меня привезла в Израиль дочь в надежде, что израильская медицина сотворить чудо. Но надежды почти не оправдывается. Германия. Город Киль. Отзываюсь на ваши книги, так как убеждаюсь в том, что они ценные и нужные. Я родилась и выросла в Казахстане. Прожила там 26 лет и уехала в Германию. У меня среднее медицинское образование. Только начала работать по профессии. И что удивительно, чем я больше сталкиваюсь с врачами, болезнями, тем меньше верю в современную медицину. Целительные силы мне очень понравились своей доступностью. Хотя мне еще многое тяжело понимать. Как биосинтез, беретмологию. Я ломаю голову, как мне вскипятить мочу, чтобы в квартире не было запаха. А пока иду маленькими шагами к очищению. В ваших книгах встречаю много знакомого из других книг. Но в этом прелесть, что вы собрали важное в своей книге и добавили свой опыт и опыт других. 4. Осталась масса нерешенных вопросов, которые мне задают в письмах. Например, почему одним так быстро и сильно помогает уринотерапия, очищение и питание, а другим людям нет. Исследуя подобные вопросы, я вошел в совершенно для себя новую область знания. И вот после изучения этого вопроса, мне стало ясным, почему же одним людям оздоровительный процесс дается легко и эффективно, а у других идет с натугой или совсем стоит на месте. Несмотря на скрупулезное выполнение всех предписаний, нужен совершенно иной уровень знаний, а не его основы и другой подход к оздоровлению. Итак, приготовьтесь вместе с автором разбираться в этом нелегком вопросе. Но прежде чем закончить предисловие, позвольте привести стихи В. Григорьева, посвященные целительным силам. Слава Богу, что теперь предоставлена свобода ознакомиться нам с тем, как устроена природа. Аравийцы лет за 20 так продвинулись вперед, а вот нашим новым странам как-то в этом не везет. Выручать, наверное, будет то, что может знание дать. И надеюсь, книги ваши будут в этом помогать. Вам с Генешей благодарен за огромную работу. И, конечно, эти книги пользу дали бы народу. И отрадно осознавать, что не все всем безразлично. Не потеряна надежда, если много пишут лично. Вам успехов с центром духа разрешите пожелать, чтобы могли все атеисты вместо Библии читать. На мой взгляд, включить бы надо прокормический закон, так как он не так уж мало и с целением силен. Здорово, здорова, вчера кончили с праздником богатырьки, что ли, мамы, привет. Поехали, здорова.